Здравствуйте, меня зовут LX14, я представляю Пермской DevCon сообщества DC7342. Я бы хотел рассказать про модификацию EFI BIOS для отключения WhiteList на устройства и Intel ME. WhiteList по факту представляет собой vendor lock на определенные модели устройств, которые ты можешь использовать в ноутбуке. Плюс Intel ME это технология, которая позволяет менеджменте твоего компьютера, в большинстве случаев она очень дырявая, и из-за этого твой компьютер по факту тебе не принадлежит, потому что управляет им этот как раз так микропроцессор. Получается, он обитает вот такой вот микросхемки, называется SPI Flash Room. В ней хранится по факту весь Full Flash Room BIOS, и получается там же и находится WhiteList. Откуда взялся UEFI? Во-первых, UEFI была создана как унифицированная технология, чтобы каждый производитель мог свои модули туда интегрировать. Например, Lenovo могла свои модули для проверки чего-нибудь интегрировать туда, и не надо было просить у вендора полностью переписывать BIOS каждый раз при новых устройствах, потому что там можно заменять компоненты отдельные просто там. Внутренние прошивки микроконтроллера выглядят примерно вот таким образом. То есть у него есть Intel GBE-регион, это означает, что гигабитный интернет присутствует на материнской плате изначально, потому что он интегрирован в SOC. Там же сохранится MAC-адрес устройства, гигабитный интернет-порта. Mi-регион, получается, там хранится как раз так Intel ME. И получается, его вырезать полноценно не получится, потому что если он будет отсутствовать, это компонент в системе на SPI Flash Room, то у вас не стартанет компьютер, потому что Intel ME не сможет принципиализировать процессор. Потом, идет самое интересное, это BIOS-регион. Там как раз находится сам BIOS-уефин, по факту, сегодняшний. Вот Intel Management Engine, получается, это гравитура Intel ME. Intel AMT, это для администрирования или управления компьютером. Технология создана была для больших компаний, чтобы они удобно могли раскатывать конфигурацию на ноуты, например, либо мониторить работу сотрудников на уровне первичного загрузчика. Intel AT, это противогонный модуль, чтобы в случае потери либо кражи устройства злоумышленник не смог ничего сделать с ноутбуком. Intel SMB, это уряженный вариант AMT для малого бизнеса, у людей, у которых не хватает денег, например, на процессор Vipro в ноутбуке, либо определенное устройство. Но, по сути, это маленький микрочип, который, например, интегрируется в SOC. Он напрямую в процессоре уже используется в нынешних. В прошлых версиях он раньше находился в Южном мосту. Дело в том, что MI управляет работой центрального процессора, и без его работы, по факту, он не будет работать. И, в принципе, она должна была полностью быть функцией безопасности в компьютере. Суть в том, что она работает даже при выключенном компьютере. То есть, вы компьютер выключите, например, ноутбук, но у вас здесь журное питание есть на материнской плате. И оно все равно поступает в Intel ME, поскольку этот модуль очень мало потребляет, то он может всегда быть активным. Плюсом, если у вас стоит сетевая карта Wi-Fi от Intel, либо гигабитная сетевая карта от Intel, встроенная в SOC тоже, то он может самостоятельно выходить в интернет, без потребности включения основной машины. Из-за чего это очень большая уязвимость компьютера. Давай. А можешь описать немного поподробнее, как некая прошивка в камне, используя Wi-Fi модуль, может подключиться к точке доступа? То есть, он просто, извини, сейчас уточню, он ищет любую доступную точку доступа открытую или как? Ну, вообще, у Wi-Fi модуля Intel тоже есть свой внутренний флеш-рум, в котором он записывает, например, твои Wi-Fi сети, можешь записывать по идее, если ты настроил в Intel AMT. И у него, получается, он автономный абсолютно, то есть, у него во внуши обычно глядят порты там 1600 с чем-то там. Их там очень много, и от ревизии к ревизии могут меняться еще вдобавок. Ну, в нынешних там уже, я беру за основу 11 версию, может, я ее мог пощупать на самом ноутбуке, а в высшей версии они уже в новых камнях с другими приколами. Я бы так и сказал бы. Что нам нужно для реверса BIOS, например, в ноутбуке? Нам нужен Wi-Fi Tool, вот он может скачать с гитхаба, или дедасемблер, либо гидро, либо радар. Любой программатор я использую CH341A, вот он, кстати. Вот такая штука с прищепкой. Я использовал программу для считывания флеш-рум. Она, получается, работает практически со всеми программаторами, и использовала под Linux. И для того, чтобы убрать Intel ME, можно использовать MiCleaner. Она, получается, переключает Intel ME в специальный режим, который убирает основной функционал Intel ME, то есть Intel AMT, и как раз так защитывает Crash. И позволяет запускать его минимальной функциональности, чтобы он не мог навредить, например, использованию компьютера. Либо в случае, если попадет ноутбук за вымышленник, он не мог воспользоваться Intel ME против своей воли. Ну, вот как и выглядит. Примерно проект на гитхабе, он, получается, позволяет выключать Intel ME за счет того, что ты берешь дампич, прошивку биоса, скармливаешь тому скрипту, который написали люди, и он ставит определенные флаги в биосе для того, что в Mi-регионе, чтобы у тебя при первой загрузке, например, заново, когда прошивал его, он отключал некоторый функционал. И пока ты заново прошивку не пришьешь с новой штуковиной, прям программатором, то он не включится обратно, потому что он тебе не даст прошить такой биос из-под внутреннего программатора ноутбука, либо компьютера. Для начала нам нужно добраться до SPF Flash. Раскручиваем винты, получается, у ноутбука, мы видим такую картину. Вот, получается, вот тут находится наш Flash Room. Маленькая такая вот микросхемка. У нее есть, получается, ключи, по которым можно подключать как раз так прищепку. И, в принципе, мы так и делаем. Вот так выглядит прищепка детально, и вот так выглядит подключенная к разработчику. Я бы еще добавил такой комментарий, что если у вас есть программатор, но нет прищепки, то можно микросхему выпаять, совершенно обычным паяльником, и, соответственно, ее подключить к программатору. Но у очень многих возникают проблемы на этом шаге, потому что на современных ноутбуках практически весь припой бесвинцовый. Если вы начнете греть его обычным паяльником, скорее всего, у вас ничего не получится. Или вам придется повышать температуру выше 250-300 градусов, и у вас начнут отваливаться дорожки на материнской плате. Соответственно, если кто только начинает и еще не в курсе, то вы можете купить в радиотехническом магазине сплав «Розе» или сплав «Вуда» более ядовитый, и, соответственно, нанести много флюса на выводные контакты чипа, положить туда этот сплав, расплавить его паяльником и смешать его с тем припоем, которым крепятся ножки паяльника к плате. После чего температура плавления этого припоя резко упадет, и вы сможете безопасно его выпаять, весь чип выпаять и поместить его, например, на панельку для распайки программатор или еще что-то с ним подобное сделать. Делаем полный дамп SPI флешрум и патчем его. Получается, мы используем флешрум, вот я указал примерно, какими флагами у нас запускают для такого программатора. Получается, первый флаг это указывает, какой программатор используем, который, как его записать. Ну и считываем, разозначает read и мы оказываем, какое расширение файла будет и как называться. Потом я нашел на процедрах интернета в принципе патч для X230 для advanced menu, но там немного надо было пару байтов поменять и в принципе он подходит под любой ноутбук контакта, где стоит FNX BIOS по умолчанию. То есть его можно даже на Acer какой-нибудь загнать, либо на HP, либо на Dell, где FNX BIOS именно используется. Вот сам патч, его надо занести в TXT и скормить UEFI Tool. Теперь прошиваем программатором, получается флагом в write и нашим файлом, который нам выкинул UEFI Tool. Вот так выглядит пример прошивки через программатор. То есть он говорит то, что подождите, сейчас идет прошивка и не выключайте компьютер, и не отдирайте прищепку. Вот патчи для advanced menu, я тут детально расписал, что в нем используется. Разум подчеркнуть GID партиста, это по факту ELF файл, который интегрирован в UEFI BIOS. Потом идет section type, это P30 image, это именно сам образ исполняемых файлов. Потом идет патч time, у нас портер based, там еще есть offset based. Мы ищем по такому-то паттерну байтов и меняем вот эту строчку на красную строчку. И после такого патча ноутбук не включится, скорее всего, у вас. потому что он скажет, что у вас CR-цепка не сходится и скажет, что оно не подписано вообще. И у вас будет ноутбук очень интересно звуки сдавать. Как сказать, у вас будет базер ноутбук обещать посткоды о том, что у вас поврежден BIOS на микросхеме. Потому что он не прошел верификацию подписи после модернизации в BIOS. Не, молча не будет, он не будет грузиться. Он так, то есть у BIOS все-таки есть посткоды даже у UEFI. И он должен говорить, что произошло с ним. И я начал, как включить подпись. Меняем, получается, в этой строчке, где LVNBSEC, скорее всего, Lenovo, потому что, по-первых, LVNV и SEC, Ставим, получается, вместо FB ставим FF и у вас ноутбук уже заводится с этими флагами. Вот самое закрытое Advanced меню. Тут можно разгонять ноутбук, то есть опции по верфклокингу и включение определенных дебаг-функций. Например, JTAG для отладки некоторых контроллеров ноутбука, то есть, например, на 480, таким образом, смогли поставить семирядную клавиатуру с T25, потому что человек подключился под JTAG и отловил поп-коды, которые передают клавиатуру компу, получается. И переписал DSDT файл конфигурации компьютера и пропачивал его в BIOS, и за счет чего он начал поддерживать несколько видов клавиатур. Тут же можно, например, регулировать TDP и все остальное. Это я подробнее покажу в демо потом. Как понять, какое железо пропускает white-лист? У нас есть, например, такая секция в BIOS. Она очень везде практически выглядит одинаково. Она начинается с 0.0 и заканчивается с 0.6. И, в принципе, ее можно понять как минимум, потому что она везде одинаковая. То есть, будут какие-то номера, виды и PID, либо VN и DEV. То есть, получается, VN и DEV для PCI-X-FROYS идут. Intel 8260 получается VN и DEV тут и подсемейство. Subsystem ID. То есть, там прописаны определенные ревизии этих Wi-Fi чипов. Потом идет модем, потом идет конец списка. Потому что это для устройств, которые шли вроде через PCI шину. Потом идет для устройств тоже, которые через PCI шину, которая Wi-Fi устройства. Потом идет уже для USB устройств, которые модемы. В этом случае у нас поддерживается Sierra EM7455 и Fibercom. И суть в том, что тут именно жестко регламентированы, какие модемы будут запускаться. Если воткнете другое, например, сейчас. Покажу, например, вот. Есть несколько видов Sierra. Проблем создания производителями. В случае LTA модемов, то получается, у нас есть три вида Sierra, и это все EM7455. И самое интересное, что они абсолютно идентичны на одной платформе работают X7 Qualcomm. И суть в том, что просто они очень хорошо сторонничаются с DEV и Lenovo, поэтому под них выпустили отдельный OEM. Не OEM версии Sierra, а OEM версии Lenovo и Dell. То есть с определенными bootroom ами, с определенными видами PID. То есть у Dell они абсолютно другие. Dell'овские только заводятся на Dell'ах. OEM версия вот так выглядела. То есть без всяких дополнительных штрих-кодов и всяких FRU-номеров. Lenovo версия, она еще разделялась по E под версии, но там они различались по прошивкам только. Вот получается, у нее такие виды PID были. Если вернуться к предыдущему слайду, то мы можем узнать, что в этом ноутбуке только у нас работает Lenovo версия, потому что тут только четко регламентировано, какие виды PID заведутся. И первая патч, которую я придумал, это на основе замены видов PID устройств. Получается, вот так выглядит он. Мы также предыдущим способом, как и в текстишку заносили по поводу advanced menu, мы также заносим в текстишку дополнительно эту запись, и она нам заменяет вот это на вот это. Извини, можно вопрос по тому, что ты говорил два-три слайда назад. Я правильно понимаю? То есть, есть некий класс USB устройств, который может быть деприкейтед на моем ноутбуке? Да. То есть, непосредственно USB? Там не только USB, там PCI и USB прописываются. Меня вот интересует, то есть, есть некая тулза, допустим, по USB, Нет, я говорю про USB устройства, которые внутри самого ноутбука. То есть, например, Bluetooth устройства, например, которые вместе с HiFi карты Intel идут, оно идет по шине USB, просто подключено через внутренний разъем. И только на керодиеме работает white-list. Ну, то есть, если я, допустим, достану какую-нибудь нанемовскую USB-шную тулзу, есть шанс того, что она просто не пройдет по white-listу, и воткну в USB порт, и она просто вот достала, что white-листа нет. Внешний контроллер через порты то тогда это будет обрабатываться как внешний, ну, как контроллер USB, а уже что дальше, это уже они. Ну, вот, да-да-да-да. Спасибо. То есть, это именно список только для внутренних шин PCI USB, которые прямо идут сразу на шину GMI. А теперь второй способ обхода, мы можем не патчить прямо определенные хорокоженные виды PID, мы можем просто пропустить цикл проверки. Если смотреть в виде, то очень смешная картина будет выглядеть, вот такой, как бы сказать, интересной функцией, которая сама себя уходит в случае, если не выполняется условие. И он просто ноут по факту зависает и выходит на определенный error-код ниже. Ее можем избежать в случае, если произведем по факту jump на определенную функцию в виде. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть, мы факту вот здесь делаем jump ниже, и оно у нас уходит дальше процесса. То есть, оно у нас не переходит в boot loop. Вот до патча выглядело как. То есть, оно уходило в boot loop. После патча оно уходит дальше, вниз уже завершение цикла этой программы. Я, конечно, знал, что Intel ME это страшная и изличная штука, но я не думал, что настолько, и во мне заиграл параноик. В связи с этим вопрос, Intel ME сейчас везде находится у Intel процессов? Он везде находится. Так, окей. Второй вопрос. Ты говорил про то, что Intel ME каким-то своим сетевым модулям может выходить в интернет, когда захочет. Я правильно понял? Ну да. Это работает на каком уровне? Выше операционной системы на уровне UEFI? Или вот на каком уровне это можно заблокировать? Значит, отвечая на уровень, можно ли это заблокировать с уровня операционной системы, не только нельзя заблокировать, но и нельзя увидеть. У Ethernet контроллера есть специальный режим, который называется Out of Band, который позволяет тебе иметь доступ в интернет, не показывая это драйверам операционной системы. То есть ты можешь поднять, ну не то, что ты можешь, ME поднимает листнер, ME может слать пакеты, если ты запустишь варшарок на самой тачке, ты их не увидишь. Разумеется, ты можешь закрыть это firewall, который стоит вне твоей машины, но изнутри машины ты этого не увидишь. Более того, у ME есть доступ не только к сетевым интерфейсам, у него есть доступ полностью к оперативной памяти. Если он захочет, он может это сделать. Ну и разумеется, вот тот режим дежурный, когда у тебя электричества нет, ты можешь удаленно компьютер включить, ты можешь сделать, вот если у тебя есть именно этот AMT, Advanced Management Technology, ты можешь удаленно подключить к твоей машине, на которую ты только что подключился, удаленные USB-устройства, удаленные SATA-устройства, ты можешь грубо загрузить этот ноут удаленно с образа, который у тебя находится где-то в сети, она у тебя отработает, ты будешь видеть KVM, Keyboard, Video, Mouse, ты сделаешь все, что нужно, ты сможешь записать на локальный диск при желании нужные тебе данные, например, развернуть операционную систему. После этого ты можешь отключиться и зашардаунить компьютер, и он опять будет ждать следующего подключения. Это то, что позволяет делать AMT. Изначально это было запланировано для удаленного менеджмента. На самом деле AMT старше, чем ME, потому что Intel сначала в своих дорогих матерях сделал AMT, а потом он понял, что все равно для AMT существует очень много дополнительных костылей, и почему бы из них не сделать менеджмент-энжин. И теперь AMT это приложение поверх ME. Ох, как страшно стало. Intel, можно сравнить с IPMI ну типа у серверов есть удаленный интерфейс использования IPMI типа ILO. То есть ты можешь зайти там, посмотреть, как KVM, ремонтировать устройство. То есть ILO интерфейс, например, у HP-шных серверов примерно сравним с AMT по функционалу. Только AMT больше функционала все-таки. Но все-таки ILO это для разворачивания сервера, а AMT это именно для управления самой платформой. То есть это более низкая штука. И вот то, что он говорил, что почему нельзя убрать вообще ME-регион, потому что реально ME отвечает за запуск центрального процессора. Центральный процессор без ME просто не стартанет. То есть невозможно его запустить по-другому. Там нужно в правильном порядке подать порядка 12 напряжений на разные места процессора. И тогда процессор стартует. И вот за это сейчас отвечает ME программный код внутри него. В принципе Intel как раз MiCleaner как раз так вырезает весь AMT функционал из Intel Mi и запускает процессор просто как раз так оставляя функционал, который подает напряжение на процессор. Там надо оставить три самых главных модуля в ME, чтобы он хотя бы запустился. Потому что если не будет одного из этих трех, то он просто не стартанет. А все остальное можно отключить. Вот еще, наверное, последний вопрос. В самом начале я видел слайд с изменением MAC-адреса в UEFI. То есть таким образом можно менять MAC-адрес на встроенную сетевую карту, которая если у тебя Intel-овская сетевая карта, например, Intel GB-эндерфейс, это в соках, например, ушных идет до ноутбуков. А там можно менять MAC-адрес. Именно в том регионе. То есть у тебя будет прям хардварно прошитый MAC-адрес. Вот так вы можете наблюдать, например, Advanced меню, которое доступно стало. То есть тут можно выбрать режим, получается, BIOS, в котором работает. То есть получается, он может игнорировать вообще политика апдейтов, можно выставлять для BIOS, то есть чтобы прошивать через внутренний флеш-ром. И какая версия прошивки по факту? Production или тест? Получается можно, например, тут очень много настройок получается. Мы можем практически все, потому что компьютер лично нам стал, начал принадлежать наконец-то. Потому что мы можем хоть дебажить любую шину на нем, включать-выключать аппарат на любую шину, либо переключать определенные регистры. Например, для PCI с шиной можем даже частоту менять, либо процессор разгонять, либо TDP убирать. Ну, здесь можно, например, настройки CPI зайти, можно, ну, получается, можно управлять SAT-устройствами, например, его PCI-устройствами. Ну, например, можно сделать RTC-лог, чтобы часы никто не мог перезаписывать на ноутбуке. Либо, из таких прям интересных, есть какие-то очень недокументированные опции вбелось. Skycam, то есть, которая позволяет собрать тебе получатся сферу из камер, как я понял, по реверс-мановам, которые я нашел в инете. То есть, и все это подключить на, все к ноутбуку подключить, именно эту соку, которая здесь сейчас стоит. Ну, тут, в принципе, очень много интересных опций сейчас. Например, можно термалкулинг менять, например, для охлаждения, в случае перегрева, например, определенных устройств. Или, например, можно выключать определенные компоненты, которые обычно делаются на аппаратном уровне. Например, можно Sol выключить опцию, это Serial Overlan, интеловская тоже, которая поставляется в ноутбуках с VPro процессорами. У меня именно с VPro процессорами, где именно есть опция Intel MT. Ты пока там ищешь, у меня вот вопросы по поводу подключения к подсистеме MTL-ME, извне, для управления, вот, KVM и прочего. Я так понимаю, перед этим надо какие-то пресеты делать? Ну, в смысле, там, указать IP-адрес там, например, сетевые настройки, как это все происходит? Слушай, про IP-адрес не скажу, не знаю. Для того, чтобы ты имел возможность подключиться снаружи, у тебя обязательно должен быть включен и установлен пароль, то есть ты изнутри настроек ME должен сказать, что я разрешаю подключение снаружи вот с таким паролем. При этом ребята из Digital Security, ну, Embeddy, да, они опубликовали в свое время найденную имя багу, что при проверке хэша пароля, при проверке самого пароля сравнивалось столько символов, сколько ты передал. То есть не столько, сколько было в пароле, а столько, сколько ты передал. В итоге можно было, если ты знал, как подключиться, можно было подключиться пустым паролем. Ты можешь подключиться к любой системе, на которой он был заинаблен. Причем это касалось не последней версии, на тот момент, одиннадцатой версии ME, а шестой по одиннадцатую. То есть, грубо, за пять лет произведенных машин у всех была эта бага. Это больше 3D, даже я бы сказал бы. Реально, для него неоузлимость. Ну, короче, это было актуально только для тех, у кого IMT был включен. Вот здесь он присутствует, но я думаю, что он выключен. Соответственно, к этой машине подключиться нельзя. Для того, чтобы, значит, как с IP-шником, честно скажу, не знаю, наверное, где-то конфигурируется IP-шник, но в принципе, ситуация, видимо, как с Вейк онлайном, тебе нужно послать UDP пакет, чтобы у тебя машина включилась. В бродкасте. В бродкасте. В бродкасте тебе нужно послать его с любого устройства, находящегося в одной подсети. С устройством. Тогда он у тебя проснется и начнет обрабатывать запросы. Как-то так это сделано. Но в принципе, документация на это публичная, то есть ты можешь ее просто найти и почитать. Ищешь в гугле документацию на IMT, там все написано должно быть. Ну, зачем, когда вы есть тут? Я не знаю. Я никогда не администрировал IMT-шнюю машину. Я тоже не администрировал IMT, я просто знаю, что есть такая уязвимость, я старался ее измежать на своей машине. Вот, например, можно выбирать 10-ти критическую температуру, убрать, например. А тут по умолчанию стоит критическая температура 120 градусов, он просто вырубается. Он должен включить королера, например. В проще ГЭС можно выставлять температуру на определенные термодатчики критические и в принципе менять. Если мы вырубим... Да, я продолжаю. Если мы вырубим автоматическое выключение по верхнему пределу температуры, ну или увеличим значение, то мы сожжем чип. Это очень реально, вполне. Сейчас это правда. У меня тоже есть вопросик небольшой, если можно. Вот под SyncPad есть LibreBoot, под старенькие, под новенькие есть CoreBoot, некоторые, которые, как я понимаю, полностью удаляют Intel ME. Или не полностью, можете меня поправить. В чем мой вопрос? То есть можно не ставить CoreBoot, но почистить дефолтный UEFI, чтобы получить доступ к этим фичам? Погоди смотри, там прикол в том, что CoreBoot это как раз таки есть, когда у тебя MiCleaner запустили на BIOS и тебе дали просто BIOS и сказали это CoreBoot. А LibreBoot это именно open-source полностью загрузчик, который можно прошить только в старый ноутбук, как я помню X201. И он полностью выпилен из MI, из него часть, и в принципе там только open-source код, который уже давно прошел между людьми, типа код ревдю, так скажем. А вот у меня маленький вопросик, если можно. А это все проверялось именно только на Lenovo ThinkPad? Честно, мной да. То есть на других ноутбуках других производителей с Intel ME не было таких проверок, ну то есть как бы вот с этим скриптом, который готовит BIOS к прошивке. Скрипт он работает практически на всех ноутбуках, просто проблема в том, что очень мало людей тестировали его, потому что мало кому это нужно. Ну сервисные центры, например, 100% могли бы потестировать. Могу рассказать историю появления этого скрипта. Мои коллеги в позитиве нашли в свое время в настройках BIOS, в настройках флеша, в утилите, которая отвечает за собственно куски программирования настроек, нашли так называемый Hubbit. Он был подписан в комментариях, он был задизеблен в интерфейсе, но он был в XML, который за это отвечает. Hub это какая-то что-то там assurance program, они погуглили и нашли страничку на сайте, сейчас этой странички уже нет, но где-то ее можно в докладе найти, что это NSH-ная программа, National Security Agency, которую ANB попросила у Intel, чтобы от ME отключить весь функционал, без которого система может жить. И вот если поставить Hubbit и удалить физически из прошивки все модули, без которых система будет запускаться, как правило, эта система запускается. То есть нужно в одно место флэше записать Hubbit и удалить из ME региона неиспользуемые модули. И тогда очевидно, что неиспользуемые модули ниоткуда не могут взяться, поэтому будут только три основных ядро, bring up и RBE. RBE это какой-то там BIOS extension, не помню, R как расшифровывается. Собственно, ME Cleaner написали на основании того ресерча, который сделали мои коллеги. То есть они сказали, что и как должно быть, а ребята просто сделали из этого утилитку. Я думаю, что она сработает на любом ноуте с 11-м ME, с 12-м уже не работает. По-моему, они Hub убрали оттуда. Тут, наверное, можно увидеть, что можно разгонять процессор, потому что эта опция появилась. В ноутбуках эта опция в принципе должна быть заблокирована, только в дестовом режиме доступна. Потому что, мало ли, кто знает, оверкокеры захотят поиграть с настройки на ноутбуке и у них ноутбук просто поплавится. Ну и тут можно отключить прям лимит ТДП. А тут можно, например, в видеоядру тоже разгонять его. И в других опциях можно видеоядру больше по факту выделить из оперативки памяти. Например, по умолчанию 912 мегабайт для видеоядра интеловского встроенного, можно 4 гигабайта выделить ему. Это максимальный предел сколько интеловских проц может откусить от оперативной памяти для видеоядра, как я помню. Ну, не знаю, просто слишком много пунктов. Я даже не знаю, про какого полностью рассказать можно, потому что я вот... А, да не переживай, я сейчас просто вопрос задам. Я тут это продолжение темы. Я тут сейчас что-то еще подумал, задумался, а как ME будет ловить бродкасты, если фактически порт выключен. То есть для сетевого оборудования подключенное устройство с активным Intel ME как будет видеть? Как активный connect или как ну этот link shutdown? Ну, самый простой способ это попробовать. Взять машину с включенным AMT, разрешить там удаленное подключение просто за коннекцией на тот порт, на который у тебя ходит клиент AMT. Ну, да. я думаю, что он тебе будет отвечать на TCP, потому что электричество на нем подано. Ну, ты знаешь, да, что если взять обыкновенную дисктопную тачку и выключить у нее питание, то у него светодиодики на сетевом интерфейсе продолжают мигать. Они не просто так мигают, потому что их контролирует ME. А вот если ты вилку из розетки выдернешь, то они перестают мигать. Еще? Нет. Все. Пока эти лампочки мигают, у тебя сетевой интерфейс поднят, и он тебе отвечает как сетевой интерфейс. Как он будет отвечать, я не знаю. Но я думаю, что кнопкинг они там не поднимали, порт кнопкинг. Скорее всего, ты просто делаешь обыкновенный SYN-коннект, SYN-АЦК, и у тебя просто TCP-соединение на заданный порт. Ок. То есть тебе внешний коннект, но, опять же, на том оборудовании, на котором у тебя это поддерживается. Вот на этом ноуте это поддерживается, но его можно выключить. На моем ноуте, например, это не поддерживается. Поэтому, если ты захочешь, ты не сможешь удаленно к нему подключиться. Ну, потому что там стоит дешевый процессор без технологии Vipro. На самом деле, насколько я понимаю, Vipro никакого отношения к процессору не имеет, это маркетинговая фишка. То есть это просто галочка где-то во фьюзах, которая говорит, что на этом процессоре можно поднимать AMT. Никакой технологической проблемы в этом нет, то есть процессор не другой. В процессоре просто эта фишка включена, и с тебя взяли там лишние 200 баксов. Я могу сказать, как его включить на обычных ноутбуках. Там ставится определенная галочка в BIOS, и там пара битиков тоже меняется, и все. У тебя на обычном ноутбуке AMT можно включить. Например, на фингпадах, где нету Vipro. Это чисто маркетинговая фишка, это не другой тип процессора, это просто способ забрать деньги с тех пользователей, которые готовы их платить. Например, можно наблюдать настройки Intel ME. Например, у меня сейчас стоит 11 версии Intel ME, тут можно выключить полностью ее, и в принципе тут можно много чего еще сделать. Я просто не стал выключать, потому что мне все-таки некоторые опции нужны. Например, через Intel ME едет DRM, и я все-таки не стал играться. То есть тут очень много функций, например, есть функции по потере ноутбука и все подобное. Вот, например, Management Engine Parameters. Можно включить, что он не мог перешиваться бы. Это, по идее, полезно, если у тебя Intel ME хочет обновиться. Ну, насколько мне известно, Intel E сам никогда не хочет обновляться, он не умеет, ему нужно помочь, то есть надо приведить. Ну да, винда просто может помочь ему. Здесь в обратную сторону, что с винды нельзя будет его обновить. Можно будет обновить его либо через программатор, там просто винда иногда хочет ему большинство случаев помочь, если у тебя ThinkVantage стоит, программка, может она всячески пытается обновить драйвера. А под драйверами как разумеется внутренняя прошивка. Причем Intel ME может обновиться так, чтобы у тебя ноутбук все время работал, как и IP Mine. Например, ILO на серверах может обновить, когда серверах работает. То так же и с Intel ME. То есть у тебя ноутбук работает в штатном режиме, ты работаешь, у тебя фоном обновление скачалось, так же оно и запрошило прошивку в Intel ME новую. Ты даже не заметил, ноутбук обновился внутри прошивку. Так же и BIOS например обновлять можно. Теперь можно DEPA configuration включить и много чего еще здесь. Инверс, например, можно посмотреть в антологию и подобное. Например, когда открывали крышку ноутбука. Такие даты, например. Я логирую все это для производителя в случае, если ты принесешь сервисный центр и производитель скажет, да блин, чувак, ты улазил в него так-то. Так нечестно. Я начал логировать, что было подключено. Полные виды и пиды устройства. Либо какой шинич подключен был. Ну, кстати, интересная задача узнать, где этот лог лежит, научить писать. А можно евразить его. И научиться писать в него то, что тебе нравится. А, ну, это, знаете, как легко делать с программатором. Можно просто как бы сделать, ну, я здесь привычно дам ноутбука. В случае, если ноутбуком что-то произойдет, потому что у меня ноутбук до сих пор на гарантии. Я беру, перешиваю, я даю производитель с честной душой, потому что, по факту, он будет смотреть логи и такой, блин, а чувак не лазил в него только один раз, и там видно, что оперативку вставил. И как бы вот. Причем, SMBIUS LOG обновляется только в том случае, если ты что-то вставлял или доставал из ноутбука. Ну, когда меняется аппаратная конфигурация. Ну да, когда ты оперативку доставил, вставил, например, ее, либо батарейку поменял, он после батарейки тоже логирует именно внутренне, там есть интернет батарея, который он выключает в BIOS. Опять же вопросик, но, наверное, не совсем касается прошивки. Раз уж мы ковыряемся в BIOS, а TPM в SyncPad все-таки как-то используется? Слушай, его можно использовать, но проблема в том, что Grab 2, который как раз так работает с TPM, там ты должен подписать, получается, Grab своей подписью и вложить эту подпись в TMP, чтобы у тебя был secure boot как раз так. Единственное, что сертификат будет Microsoft, потому что подписать сам ты его практически не сможешь нормально, чтобы он работал именно с TPM. То есть TPM нужен только для Grab 2, а иначе он не особо нужен? Ну да, либо для винды, либо для RedHutter. Ну вот для винды, например, ты можешь на TPM завязать загрузку битлокера. Да, это шифрование дисков. И смешно, что на самом деле, начиная с 10-го ME или с 11-го TPM реализован софтова, он реализован в ME, но если его отрезать, то TPM не будет. Вот то, о чем говорили, ME Cleaner, если запустить, то поддержки TPM пропадают. Он может остаться в меню, но он не будет доступен с уровня операционной системы, она не сможет туда никакой ключ положить, никакой ключ забрать. А вот Device Guard, про который я вроде рассказывал. Но это ничего в дополнительности с Device Guard. Помимо Intel, есть и Device Guard фингпада, который, по факту, блокирует доступ к ноутбуку, если у вас пароль стоял на билосе. И он делает это очень жестоко, потому что, только переписав DAMP, можно с программатором, естественно, можно будет что-то либо поделать с ним. По-другому тут никак абсолютно. То есть, из-за этого, как раз так очень много лотов на eBay, либо на авито нашем, по поводу продампинг-пад, заблокированная загрузка. Там такой замочек и мигающая командная строка, типа ввести пароль. Это же классная бизнес идея, если ты знаешь, как переписывать программатором. ребята на этом зарабатывают. Тебе-то что мешает? Покупать за 10 тысяч, продавать за 30, работающий ноут. Надо просто один раз выяснить, какую область во флэше, надо просто грубо перевернуть, чтобы оно заработало, и все. Хорошая тема для ресерча, следующего доклада. У меня есть один хороший знакомый, и он работает в крупном сервисном центре по ремонту ноутбуков. В настоящем сервисном центре, не в мошенническом. То есть они реально разбираются, чинят, перепаивают, все как положено. И я могу сказать сразу, что ноутбуки с авито, в которых вот что-то подобное пытаются продать, это как минимум на 50% это жулики, с которыми не надо связываться ни в коем случае. Но как правило, это ноутбук, из которого достали всю оперативную память, достали все сетевые устройства, которые можно снять. Там еще может быть сколотый чип на видеопамяти и процессоре. Да, там что угодно может быть. И при этом, да, он будет блокироваться на загрузке, и человек будет думать, ой, бедные ребята не смогли найти программатор, чтобы просто перешить заводской биос. Ага, сейчас. Очень часто это именно вот прям, ну, в очень. Не работает бизнес-модель, я понял. Не ведитесь. А еще есть опция, которая позволяет, поскольку у него есть как раз так он умеет считывать, когда ты открываешь крышку на нем, есть как на серверах, тампер на открытие дверцы, вот как раз так, на серверах, а у меня тампер на открытие нищего ноутбука, который ты раскручиваешь. И можно включить биос, и главное выключать его перед тем, как разбирать его, иначе у вас биос может как бы не дать запустить потом обратно его. Либо вы уже сдампите биос, который, как бы сказать, уже говорит, слушай, что-то тут не так. А дырку в корпусе просверлить можно? Можно просто. Нет, тут есть более веселый вариант, можно, получается, ну, да, просто сейчас подумал, по идее у него есть батарейка RTC, поэтому биос всегда запитан, и поэтому не получится избежать его просто доставания батарейки внешней и внутренней. Нет, ну, просто подключить программатор, пропилив дырку в корпусе, можно же. Да, потом просто купить заднюю крышку новую. Да, у него тампер, получается, вот здесь находится, около батарейки, разъема вот здесь вот. И в случае чего ты можешь просто просверлить дырку аккуратненько вот здесь вот. Правда, дырка немножко магниевая, середине достаточно придется. Ну, магний, мягкий металл, нормальный. А можно уточнить, ну, кто уже пробовал, это тампер нормально разомкнутый, нормально замкнутый, или там датчик холла плюс магнитик? Там тампер как концевой станет получается, концевик получается там, а он замкнутый, тем дальше все работает. Если он не замкнутый, То есть, если он нормально замкнутый, то его можно просто закоротить по дорожке где-нибудь, и все, и снимать крышку. Да, но... То есть, это даже проще, чем пилить крышку и подключаться, например. Ну, нет, смотри, закоротить не получится, потому что у него контакты, тебе надо придется сначала будет оголить контакты у тампер, то есть, в любом случае, запустить доску по терринской плате и запаять их, либо закоротить как-то так, потому что тампер... Это проще, чем цепляться к чипу биоса. Ну, наверное, я не знаю, я не пробовал, но в любом случае, наверное, кто-то так делал, мне было бы интересно просто обсудить этот момент. Окей, спасибо. Из таких приколов есть тут, например, опция файлбак на UEFI, чтобы ты не мог через... Ну, типа, как обычно делают в компаниях, они ставят ампер на открытие к дверце, делают файлбак, чтобы ты не мог откатывать биос, и... Либо фиксируют, например, определенную версию биоса, чтобы ты не мог ничего сделать с ноутбуком. Я читал, потому что... И используют ITU-AMT для конфигурации ноутбуков во время работы работников прямо, либо следить за ними через VNC, подключаясь к ITU-AMT. Ну, следить, на самом деле, тяжело, потому что, когда по МТ кто-то подключает к твоей машине, у тебя вокруг экрана начинает рамочка бегать такая, бело-красная полосочка, которая по кругу, как червячок такой, бегает. То есть пользователи это заметно, что к нему подключились. Но, наверное, можно это дело отключить, если переписать им e-регион.